Среди награжденных не только главы спортивных организаций, тренеры спортсменов, завоевавших олимпийские и паралимпийские медали, но и те, кто непосредственно отвечал за готовность Сочи к 22-м зимним олимпийским играм. Игры, которые уже стали историей, мечтой, которую Россия воплотила в жизнь. И это, отметил президент, результат работы десятков тысяч людей. Еще со времен античной Греции Олимпиада призывала к единению, гармонии и согласии в обществе. И свою уникальную роль не утратила до сих пор. Мы в полной мере увидели это в Сочи, где сложилась замечательная, просто уникальная атмосфера. Атмосфера взаимопонимания, открытости, честной и красивой борьбы. И, конечно, ощущалась настоящая поддержка наших сограждан. Поддержку и понимание мы чувствовали с самого начала, с первых шагов на пути к играм, когда только приступали к созданию современной столицы мирового спорта. Работая над этим проектом, мы не просто получили богатый опыт масштабного планирования и возведения современных спортивных объектов. Мы сказали свое слово в практике подготовки крупнейших международных форумов. Показали всему миру, что Россия – это страна с неисчерпаемыми творческими возможностями. Предложили свои идеи и оригинальные находки. Уверен, что наследие игр обязательно будет востребовано. И долго-долго будет служить людям. В том числе нашим спортсменам, как собственная российская тренировочная база для зимних дисциплин. Орден за заслуги перед Отечеством первой степени получил вице-премьер Дмитрий Казак. Я прежде всего хочу поблагодарить за высокую оценку нашего скромного труда. Эта оценка касается сотен тысяч людей, которые непосредственно, большинство и я, опосредственно, косвенно участвовали в реализации этого огромного проекта. В заключение хочу сказать, служу России. Жан-Клод Кейли, президент Международного паралимпийского комитета, Филипп Крэйвин, получив ордена почета, отметили уникальную атмосферу, которая была создана в Сочи, и великолепные условия для спортсменов. Это не только современные спортивные арены, но и состояние всей инфраструктуры – от транспорта до еды. Губернатора края Александра Ткачева президент наградил орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Орден за заслуги перед Отечеством третьей степени на ряду с министром спорта Виталием Мутко президент вручил мэру Сочи Анатолию Пахомову. Сегодняшнюю награду оцениваю как награду всему городу Сочи, каждому жителю города Сочи, который готовился и достойно провел Олимпийские игры. Сегодня мы имеем действительно замечательный курорт, действительно туристический центр и приложим все силы для того, чтобы не подвести, чтобы он работал достойно. И хотелось бы всех россиян пригласить к нам в Сочи. Деляясь своими впечатлениями, губернатор края Александр Ткачев отметил, что теперь после Олимпиады задача стоит не менее важная – вдохнуть новую жизнь в Олимпийские объекты. Не за награду, конечно, и работал, и как принято в этих случаях говорить. Конечно, это большой труд огромного количества людей, прежде всего специалистов, профессионалов своего дела, тех, кто действительно был у истоков проекта под названием «Сочи-2014», а на край выпала огромная нагрузка, огромная ответственность. И мы это выдержали, мы это сделали. Я думаю, что эта награда как раз и есть в подтверждении того, что коллектив администрации края, коллектив строителей, врачей, волонтеров, все те, кто организовывал, строил и представлял жизнь, эту мечту олимпийскую, действительно сделали это на хорошем уровне. Так что, пользуясь случаем, хочу всех, конечно, поблагодарить. Уже после церемонии многие из награжденных, в том числе и губернатор Александр Ткачев, отправились на заседание президентского совета по спорту и физической культуре. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».